Экзопланеты Первые экзопланеты были обнаружены в 1992 году на орбите Пульсара – остатков массивной взорвавшейся звезды, которая стала быстро вращающейся нейтронной звездой. С помощью данных, собранных в обсерватории Эресиба в Пуэрто-Рико, Александр Волшин обнаружил три планеты земной группы, вращающиеся вокруг Пульсар Пиэссар-Би-1-2-5-7-12. Были найдены и другие пульсары с полевыми облаками и дисками, вращающимися вокруг них, что позволяет предположить, что эти три планеты принадлежат ко второму поколению. Исходные планеты были уничтожены звездным взрывом, а новые возникли из обломков диска. Прошло еще три года, прежде чем была идентифицирована первая планета, вращающаяся вокруг звезды класса G, похожие на наше Солнце. Газовый гигант, подобный Юпитеру, совершает оборот вокруг 51-го Пегаса каждые четыре дня. Пять лет спустя у другой звезды главной последовательности нашли еще несколько планет. Экзопланеты было нелегко обнаружить, они крошечные, их свет приглушается свечением их звезды, и находятся они очень далеко. Есть три основных метода обнаружения планет. Самый сложный – это прямое визуальное наблюдение через телескоп, как на Земле, так и на орбите. Таким образом, было открыто 59 планет. Используются более косвенные методы, одним из которых является метод лучевой скорости. Когда планета вращается по орбите, ее гравитационное притяжение заставляет материнскую звезду двигаться вперед и назад. Это крошечное радиальное движение сдвигает наблюдаемый спектр звезды на соответственно небольшую величину из-за доплеровского сдвига. С помощью сверхчувствительных спектрографов можно измерить смещение и использовать их для получения подробных сведений о массе орбите планеты. В телескопе Власила в Чили есть некий спектрографический инструмент HARPS, который является ведущим охотником за экзопланетами. Это Тау-Баэтис-Би. Одна из первых планет, обнаруженных с использованием этого метода, находится на расстоянии 51 светового года от Земли, а по массе примерно в 4 раза больше Юпитера. На сегодняшний день с помощью этого метода было обнаружено более 600 планет. Еще один наиболее успешный сегодня инструмент наблюдения — это транзитный метод. Планета, которая проходит перед своей родительской звездой относительно нас, вызывает небольшое затемнение свечения звезды, что можно обнаружить с помощью чувствительных инструментов. Так было обнаружено около 1200 планет. До сих пор предполагалось, что экзопланеты будут вращаться примерно в одной плоскости и направлении со звездой. Однако новые результаты неожиданно показывают, что многие экзопланеты на самом деле вращаются под большим углом к оси вращения своей звезды. У показанной здесь WASP-8b орбита полностью перевернута. Набор инструментов для поиска планет также включает в себя микролинзирование, покрытие и метод вариации времени транзитов. Часто для проверки результатов используется более одного метода. Художественная реконструкция. Фактически повторное посещение планеты через некоторое время может привести к удивительным результатам, как произошло с HD 1897-33b планетой типа горячий Юпитер. Когда Хаббл повторно посетил ее, он обнаружил, что атмосфера была отделена от планеты из-за сильной звездной вспышки. Новые горизонты космоса С помощью космического телескопа Хаббл, распределяющего драгоценное время на множество разнообразных задач и целей, был запущен специальный охотник за планетами под названием Корот. Миссией руководило французское космическое агентство CNES при участии ЕК Австрии, Бельгии, Германии, Испании и Бразилии. Запущенная в 2006 году миссия длилась 7 лет. Прибор обнаружил две планеты вокруг звезды Корот-7. Та, которая была найдена первой, имела плотность, аналогичную плотности Земли. Он обнаружил 32 планеты, а еще 100 ожидают подтверждения. Инфракрасный космический телескоп НАСА Спитцер был запущен для изучения протопланетных дисков и дисковых обломков вокруг звезд и необычных коричневых карликов, которыми часто называют химические звезды. Инфракрасные возможности Спитцера привели к открытию множества планет и инфракрасному картографированию других известных планет, таких как горячий Юпитер HD 149026b на расстоянии 256 световых лет в созвездии Геркулеса. Планета, названная горячий Юпитер, имеет температуру плюс 2040 градусов Цельсия, а также является самой темной. Она не отражает солнечный свет обратно в космос и движется вокруг своей звезды почти каждые три дня. Мир, размер которого составляет всего две трети от размеров Земли, является одним из самых маленьких за всю историю наблюдений и находится всего в 33 световых годах от звезды GJ 436. Планета USF 101 может быть ближайшим к нашей Солнечной системе миром, который меньше Земли. Она вращается так близко к звезде, что, вероятно, её поверхность расплавлена. Как и в случае с HD 189733b, в созвездии Лисичка кажется, что планета синхронно вращается вместе со своей звездой и показывает только лицевую сторону при движении по орбите. Спитцер смог выделить различные температуры своих облаков от 650 до 1700 градусов по Цельсию. Тепловизионные изображения горячих гигантов предоставили более подробную информацию об этих далёких мирах. В 2009 году ситуация кардинально изменилась в связи с запуском космической обсерватории Кеплера. В рамках программы НАСА был запущен космический телескоп Кеплер для обзора и наблюдения за постоянным полем звезд ближнего Млечного Пути, движущихся за Землёй. Он наблюдал около 165 тысяч звёзд, фиксировал любые изменения их яркости и обнаружил более 1100 планетных кандидатов. Билл Баруки – главный научный сотрудник программы Кеплер. Пока это кандидаты, но я уверен, что большинство из них будут подтверждены в ближайшие месяцы и годы. Появляется множество типов планет, таких как Кеплер-16b, вращающийся вокруг двух звёзд. А также ледяные миры и водные миры, таких как Глизе-12-14b. Команда Кеплера объявила сегодня о 1094 новых планетных кандидатах, в результате чего общий список увеличился до 2326. Из них 207 размером с Землю. Натали Баталья, руководитель отдела программы Кеплер. А 48 находятся в зоне возможного обитания. 10 из них меньше двух земных радиусов. Потенциально эти планеты могут быть каменистыми. Это значимая веха, потому что мы отбираем действительно пригодные для жизни планеты размером с Землю. Комбинированные наблюдения наземных и космических систем привели учёных к мысли, что планеты, вращающиеся вокруг звёзд, являются скорее правилом, чем исключением, а среднее количество планет на одну звезду составляет больше единицы. Кеплер обнаружил по крайней мере 86 звёзд с множественными планетными системами. У Кеплера 11, например, есть шесть подтверждённых планет, вращающихся вокруг звезды, подобной Солнцу. Джекли Сауэр, планетолог. Планетная система Кеплер 11 потрясающая, она удивительно компактная и плоская. Рядом с этой звездой вращается, на удивление, огромное количество больших планет. Мы даже не подозревали, что такие системы могут вообще существовать. Определённо менее чем у одного процента звёзд есть системы, подобные Кеплер 11. Но мы не знаем, одна ли эта система из тысячи, десяти тысяч или миллиона, потому что мы знаем только одну из них. Растущее число подтверждённых планет открывает новые возможности для понимания формирования планет. Мы узнаём гораздо больше об орбитах планет, массах и размерах планет, и мы находимся в самом начале пути. Кеплер всё ещё передаёт нам данные, и мы получаем информацию о фантастическом количестве разнообразных планет вокруг звёзд в нашей галактике. Новые горизонты космоса Вокруг каждой звезды находится околозвёздная область, зона возможного обитания, которую иногда называют зоной Златовласки. Областью не слишком холодной и не слишком горячей, где планета при правильных условиях может поддерживать на своей поверхности жидкую воду и, соответственно, жизнь. Первая планета размером с Землю в зоне возможного обитания была обнаружена вокруг красного карлика по имени Кеплер-186ф. Планета всего на 10% больше Земли. Элиза Кентано, научный сотрудник. Кеплер-186ф – первая подтверждённая планета размером с Землю в обитаемой зоне своей звезды. Это крайний из пяти планет, вращающихся вокруг звезды, которые меньше и холоднее Солнца. Планета вращается вокруг своей звезды каждые 130 дней. На её поверхности может быть вода. Звезда Кеплер-186ф находится в 500 световых годах от Земли в созвездии Лебедя. Томас Барклай – научный сотрудник. Эта планета вращается вокруг звезды, которая более холодная и тусклая, чем Солнце. Хотя, возможно, мы открыли планету такого же размера, как Земля, и получая ещё такое же количество энергии, она вращается вокруг совсем другой звезды, поэтому очевидно, что вместо двойника Земли мы нашли её двоюродную сестру. Считается, что это каменистый мир, и учёные пока не могут определить его массу или плотность. Это одна из важных вех, которую мы искали в попытках выяснить, есть ли такие места, как наш дом, есть ли там жизнь. Один из важных шагов – это сказать, есть ли что-то, что во всех смыслах и целях похоже на Землю. Ну, пока мы ещё не знаем, но мы знаем, что есть, по крайней мере, похожие места. На сегодняшний день более 48 планет земного типа расположены в зонах возможного обитания. Глизе 581 имеет четыре известных планеты. Внешняя планета Ди считается ледяной планетой, которая мигрировала ближе к звезде, поэтому она покрыта большим и глубоким океаном. Кеплер-62Ф, вероятно, обладает каменистым составом и всего на 40% больше Земли, что делает его экзопланетой наиболее близкой к размеру нашей планеты, известной в обитаемой зоне другой звезды. Кеплер-62И вращается вокруг внутренней границы обитаемой зоны и примерно на 60% больше Земли. Среди других недавних открытий Кеплер-438Б, 442Б и Суперземля-440Б. Экзопланета-суперземля GJ-1214Б вращается вокруг своей тусклой красной родительской звезды. Это первая экзопланета-суперземля, атмосфера которой была проанализирована. Ее масса примерно в 6 раз больше массы Земли, и кажется, что она окружена атмосферой, состоящей из пара густых облаков или дымки. На основании наблюдений ученые полагают, что около 22% солнцеподобных звезд имеют планеты размером с Землю, вращающиеся в зоне возможного обитания. Если предположить, что в Млечном пути 200 миллиардов звезд, это будет 11 миллиардов потенциально обитаемых земель, а с учетом коричневых карликов 40 миллиардов миров. Какой-нибудь из этих миров расположен близко к Земле? На самом деле да. Ближайшая к нам звезда — это хорошо известная группа Альфа-Центавра. Яркие звезды Альфа и Бета-Центавра, плюс тусклая красная звезда Проксима-Центавра — ближайшая к Земле звезда. 37 сотых световых годах от нас, почти в пределах досягаемости. Новые горизонты космоса Кеплер-20. Сейчас в рамках своей четвертой кампании по наблюдению космический аппарат Кеплер продолжает сосредотачиваться на 16 тысячах звезд в поисках экзопланет. Подсчитано, что запаса топлива на борту должно хватить минимум до декабря 2017 года. На данный момент Кеплер обнаружил 1013 подтвержденных экзопланет вокруг 440 звездных систем. Земные телескопы продолжают делать трудную работу по проверке возможных планетных кандидатов. К спектрографическому инструменту HARPS Vlasilia присоединяется компания исследования транзита следующего поколения. Она будет искать транзитные экзопланеты с упором на открытие планет размером с Нептун и меньше. Эта система ориентирована на роботизированный режим и будет постоянно контролировать свечение сотен тысяч сравнительно ярких звезд в южном небе. Очень большой телескоп ISO находится в Серопронале в Чили, состоит из четырех отдельных телескопов. Он будет усовершенствован новым поколением адаптивной оптической системы под названием «Сфера». Другие новые технологии включают в себя работающий в настоящее время сканер Gemini Planet Imager в соседнем Сарапачон и технологию Subaru Chronographic Extreme, которая сейчас тестируется. также в разработке находятся новые большие и мощные телескопы. 30-метровый телескоп, который планируется установить на Мауна-Кеа, Гавайи, будет иметь 492 небольших шестиугольных зеркал, расположенных вместе, чтобы сформировать первичный измерительный прибор шириной 30 метров. Гигантский Магелланов телескоп будет построен в обсерватории Лас-Кампанос в Чили. Он будет состоять из семи зеркал, соединенных вместе и составляющих главное зеркало. Работа над зеркалами идет полным ходом. Строительство европейского чрезвычайно большого телескопа в пустыне Атакама должно быть завершено в 2024 году. У него будет зеркало диаметром 39 метров, состоящее из 798 восьми шестиугольных зеркал, что сделает его самым большим из когда-либо построенных. Это позволит ученым более детально изучить атмосферу экзопланет. Развиваются и телескопы космического базирования. Создание инфракрасного телескопа следующего поколения имени Джеймса Уэбба близится к завершению. Сейчас он проходит тщательное испытание. Еще один запуск должен позволить нам вывести на орбиту телескоп в качестве замены телескопов Хаббла и Спитцера. Подобно золотой лихорадке в Калифорнии, есть планеты, которые можно найти. Поэтому гонка продолжается. Запуск космического телескопа, предназначенного для открытия экзопланет транзитным методом, запланирован на ближайшее время. Он будет сканировать все небо в поисках экзопланет с помощью четырех самых современных камер и сможет определять химический состав атмосферы экзопланет. Также запланирован запуск Хеопса. Его функция — охарактеризовывать транзитные экзопланеты, вращающиеся вокруг ярких родительских звезд. Спутник представляет собой небольшой аппарат площадью примерно полтора квадратных метра со сроком службы пять лет. Европейское космическое агентство начало новую программу под названием «Космическое видение», которое будет работать по 2025 год с плату охотникам за экзопланетами, который, как ожидается, будет запущен в 2024 году. В числе других текущих проектов «Пегас», разрабатываемый во Франции «Эксид» — телескоп по наблюдению околозвездных протопланетных дисков и пыли для НАСА, и «Финес» — быстрый инфракрасный исследователь спектроскопии экзопланет. Инфракрасный обзорный телескоп WFIRST с широким полем зрения очередная обсерватория НАСА, предназначенная для получения широкоугольных изображений для сообщества охотников за планетами. Он будет оснащен коронографом для прямого получения изображений экзопланет и дисков-обломков. Еще одна миссия НАСА — новые миры. Проект, цель миссии которого состоит в том, чтобы физически блокировать свет звезд с помощью ширмы и обеспечить прямое наблюдение экзопланет. НАСА уже думает о будущей замене телескопа имени Джеймса Уэбба. На смену ему придет космический телескоп с большей апертурой, который будет в 2000 раз более светочувствительным, чем Хаббл. Если все пойдет по плану, «Атласт» может быть запущен в период с 2025 по 2035 год. Благодаря новым инструментам и технологиям это лишь вопрос времени, когда мы сможем обнаружить похожие на Землю миры, способные поддерживать жизнь. Возможно, однажды какая-нибудь планета подаст радио или другие сигналы, указывающие на достаточно развитую разумную цивилизацию и, наконец, даст нам ответ на великий вопрос — одни ли мы во Вселенной? Композитор Крис Анил, автор сценария и режиссер Эндрю Томпсон. Озвучено по заказу студии Ю-7 в 2021 году.